приветствую друзья с вами александр сегодня давайте поговорим про активацию скрытых функций что такое вообще скрытые функции с чем его едят как это собственно говоря выглядит но представьте себе смартфон да и вы там заходите настройки начинаете там что-то там активировать или что-то изменять какие-то параметры в настройках именно то есть это никакая там не как я думал раньше пока я не узнал об этом немножко побольше значит это не какая-то перепись там какой-то прошивки там своя какая-то нет это просто настройка тех функций которые уже предусмотрены производителем они уже там есть просто нам их не активировали я имею ввиду пользователям кодиака кстати что то есть уже в октаве даже но в кодиаке это заблокировано ну например вот я не знаю как насчет октаве вот конкретно по ассистенту там дальнего света да ну он уже есть он уже заводской прошивки здесь прописан то есть можно этим делом пользоваться если вы доплатите немножко при покупке и и у вас эта функция ассистент дальнего света будет значит активирована понимаете как ну маркетологи так вот все это делают сейчас мне это дело активировали она уже у меня есть хотя в этой топовой комплектации значит встали как бы изначально завода она не шла за нее надо было доплатить отдельную денежку ну и вот так вот все в дальнейшем есть такая скажем настройка уже имеющихся функций ну например вот допустим там комфортное включение там значит поворот никогда у нас от завода там три раза нажал ну не до упора да вот так вот вот этот вот легкие легкое нажатие сделал и он там три раза у нас моргать можно сделать от двух до пяти понимаете то есть настройка никакой гарантии то не лишает просто происходит их некая какое активация заблокированных функций которые уже были придуманы производителя ну я надеюсь в двух словах я попытался объяснить я расскажу про то что именно я активировал это что считаю для себя нужным необходимым там а мне интересным с какими-то функциями которые уже есть от завода и которые можно было бы там поднастроить я согласен поэтому я их не трогал никакие там эти новогоднюю елку из машины я не делал там эти стробоскопы там задние фонари там что-то вот мигание я считаю что вот от завода они идут нормально то есть это моя позиция а то что было заблокировано и есть возможность на моей машине включить я включил но и именно то что важно для меня делал я активацию этих скрытых функций в петранвак есть там такой вот илья которая этим занимается значит ну очень грамотный парень с компьютером приходит имя тюк-тюк тюк 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 все все объясняет значит все эта процедура заняла около часа час вот он со мной болтала рассказывал все что можно активировать я говорил да или нет переспрашивал рассказывал но то есть все нормально они там занимаются еще чиповка и он сам ездит на кодиаке там 14 кстати чипована если хотите я потом могу с ним переговорить как-то и сделать ролик про вот именно про чип как он на нем ездит в общем какие-то ставят они еще доп. оборудования но в общем я общался только с илью и который делает вот эту активацию функции петром вак вот чтобы вы меня потом не спрашивали у мотор есть вариант сделать коррекцию на реакцию педали газа будет на газ триггер чуть быстрее сменится задержкой мощнее этот он не станет вот я хотел спросить останется у меня возможность ехать плавно и не да конечно просто такой же мотор у нас предположим в сравнении какой стоит на фольксвагене на ауди на шкоде немножко отличаются настройки касаемо как раз реакция педали мы используем в данном случае вариант именно аудиушный более эластичный более правильно был лучше понимаешь ту реакцию которую автомобиль сделает на твой нажатий коротко скажу реакция на педаль изменилась очень незначительно то есть ну прям совсем я там метров 500 объехал пока это немножко чувствовал там да а потом все ну то есть это совершенно незначительное изменение не так как я думал что прям нажимаешь она тут же нет никакого нет никакой паузы нет она точно так же плавненько сводит сцепление потом тебя только ускоряет поэтому но это так пусть тема стабилизации по системе еска то что раньше назывался из петель называется еска может вариант полного кучения стена сейчас нас вариант либо аэсэр то есть антибукс выключается либо есть к спортивный режим может делаем полное выключение с тем низко да вот она система escape здесь было выключить аэсэр а сейчас вместо него появилась значит полностью escape выключить то есть отключить вообще анти пробуксовки эти анти курса в одну то есть курсовая устойчивость все вообще отключить это полезное дело поскольку вот где-нибудь в песке или в глубоком снегу и где-то в грязи то есть система душит машину и она может просто вообще заглохнуть и из места не сдвинется этому масса примеров там видео ну показано в ю тубе и так далее то есть вот система все равно где-то там включена вот была то есть она одну систему и сэр отключает но вторая остается и при пробуксовки как бы если невозможно тронуться она не гребет вот до конца она просто глохнет двигатель но в данном случае когда escape полностью можно отключить все она будет грести пока не выйдет или пока не засядет окончательно пусть им я бы с можно настроить мягкость работы автохолд система будет более мягко распускать тормозный механизм более плавный старт с места быть смешим . да вот это нужно автохолд подтверждаю стала немножко помягче то есть вот вот этого пинка 1 как бывало то есть надо было погладить педальку так чтобы она с автохолдом поехала плавно да а сейчас можно немножко более речи нажать нет совсем не ушла такой вот немножко тычок он совсем не ушел то есть я имею душе если более резко нажмешь все равно этот тычок есть но он меньше он слегка уменьшился это точно про системы xd с слышали что нибудь что еще xd система такая расширенная стройка по системе стабилизация позволяет на большую скорость зайти в поворот с минимальным сносом передней оси при обычно спокойно движение системы нас практически не вмешивается если видишь мы едем в поворот своем на грани заноса путем поторможивание внутренних колес на отправить нашу траекторию фактически вкручиваю сторону порт чтобы минимально числе снов передней оси с нами ну а разве это системы нет ну в смысле система есть и есть вариант настройки мы как раз предлагаем спортивный вариант настройки в том вариант который заводском вы никогда не почувствуете работу в принципе а при приключении в спорт она работа нет она вот одинаково и неважно на самом деле какой режим коробки анализирует скорость автомобиля угловое положение руля датчиком бокового ускорения в блоке обои соберем учитывать наше боковое ускорение накладывать три величины по ним определяет вписываться портой не вписываемся какие параметры? Подтормаживая колесо внутреннее, она в момент крутящий передает на внешнее колесо, где лучше зайдет зацеп. То есть первое распределение? Да, переспределение. Здесь исключительно электронная блокировка, но очень корректно отрабатывает. По поводу этого XDS могу сказать, что на сухом асфальте я это не почувствовал, вот как она себя ведет, но поскольку мне вообще нравится, как Kodiaq управляется, как он входит в повороты, как выходит из них, в общем, как она стоит просто на дороге. Это изначально с завода идет, ну очень классно, очень классно. А вот на мокром асфальте я немножко почувствовал, вот в поворот я так и заходил, такой вот такой дугообразный, да, и специально нажимал как бы на педаль газа, да, вот я тут немножко почувствовал, что да, действительно какой-то есть такое подтормаживание, но потом, поскольку я на грани вшел прямо от заноса, это конкретно на мокрой дороге. Вот это я почувствовал, могу подтвердить. Можно добавить дополнительно расширить настройку самим обогрева руля, добавить дополнительно строчка, автоматическое включение подогрева руля. А в каком случае он будет включаться автоматически? Будет полнорожной температурой запускаться. Установили, что на улице ниже, чем плюс 4, после запуска автомобиля автоматически вычислить, доверять рулевую пирсу. Функция будет выключаемая здесь через меню, обычно выбирают как раз низкую эффективность, рулевую пирсу разогреется, дополнительно температура, так сказать, низкой, даже периодически поддерживающим питанием будет поддерживаться, что он просто не остывал. То есть вы будете ездить при включенном подогреве, но при этом будет такой еле клеющий вариант подогрева. Отлично. А вот это появилась кайфовая функция, автоматическое включение-выключение подогрева руля, вот видите, ну это шикарно вообще. Теперь вообще не нужно думать, вот сейчас температура там плюс 3 была у меня, включилась до плюс 4, он включается, если выше плюс 4, не включается. Ну вот такие у меня замеры. Ну шикарно. Ну вот почему этой функции нет с завода? Ну если есть подогрев руля, есть автоматическое включение подогрева лобового стекла, вот понимаете, там есть автоматическое включение до потопителя, а подогрев руля, вот они галочку эту не поставили. Ну почему? Подскажи, пожалуйста, или вот автоматический обогрев ветрового стекла, когда он включается? Условия срабатывания достаточно много на самом деле. Есть в чем недостаток, есть пока система срабатывает, мы никогда не видим, а заработала ли она, потому что индикация включена подогрева не зажигается. При холодном запуске автомобиля на несколько минут он активируется. Есть условия определенные, опять же, если мы делаем максимальный отдув лобового стекла, он включается. Также анализирует датчик влажности воздуха в салоне. Здесь под зеркалом, да, есть датчик влажности воздуха, собственно говоря, специально расположен в зоне стекла, чтобы контролировать влажность. То есть видно, что влажность выше определенного предела заложенного программы, понимаешь, что стекло может сейчас запотеть. Включить дополнительно, как раз, электрический отопитель стекла, чтобы мы не видели этот потенциал. Есть режим датчики капель стеклоочтителя. Можно сделать, чтобы после омывания стекла будет трехкратный ход, в стекло через 5-7 добавится еще один портижер из макдорников. Функция будет работать только в движении, только в теплое время года. То есть фактически зимой мы ездим, пользуемся жидкостями, содержанием спирта, которые быстро испаряются. Эта функция работать не будет, то есть как раз на сухую она лишь размахивать не будет. Потеплело на улице, эта функция активируется и будет работать. Хорошо, да. Ну, на улице плюс 3, плюс 4, поэтому эту датирку капель я пока проверить не могу. Поверим на слово. У вас есть система кругового обзора. Можно сделать, чтобы при парковке в течение времени зажигалась подсветочка. Внизу зеркал будет боковой звон обсвечать. Да, это хорошее. Вечером, да? То есть когда датчик сработал. На идти раз по датчику освещенности, то если датчик освещенности, информация придет в коншину, что на улице Тимона, то при включении задней передачи будет активироваться. Что-то даже подсвечивало, не знаю, мне кажется, что не особо темно. Поняли, да? В зеркалах вот эти фонарики, которые, когда открываешь двери, да, они загораются, то они теперь будут работать еще, когда ты заднюю включаешь, да, вот передачу. И если темно, это не связано с ДХО или это не связано, значит, с ближним светом, нет. То есть должно быть достаточно тепло, достаточно темно. Но если фонарь какой горит рядом, они не зажгутся. То есть я пробовал, вот когда темнота, тогда они загораются. Немножко, конечно, подсвечивают. Ну, как, по бокам, то есть больше видно. Это полезная функция. По дневному свету. Сейчас у нас, когда машина запущенная, да, то что-то светится. Какое положение переключителя света мы не ставим, чтобы сюда гореть. Вот сюда можно вывезти. Ну, вывезти дополнительное меню, как раз дневной ходовой огонь, при необходимости, может быть, и выключить. То есть? Кар, настройки, освещение, появится дополнительная строчка, будет называться дневной ходовой огонь. Где-то стоим, кого-то ждем, мы имеем возможность выключить, чтобы у нас ничего не горело. Ну, это, на мой взгляд, вообще обязательно. То есть, если есть свет, то у него должен быть выключатель, да? Включатель, выключатель. Ну, вот он, свет, дневные ходовые огни. Появилась вот эта вот вообще строчка, дневные ходовые огни. То есть можно включить, можно выключить. Это вообще должно быть. Должно быть изначально. Есть функция еще MRG Assist, если интересно, заранее просто повключаю немножко по ней. Функция аварийного торможения. Если вы ехали с включенными ассистентами, за рулем уснули или питали сознание, то через несколько предупреждений она включит аварийку и начнет нас плавно останавливать, вплоть до полной остановки, поставить автомобильный ручник. Эта система при обычном условии никогда не сработает, только если мы сами выключили совсем, она поможет остановить, остановить пределы полосы и обозначить включенную аморику. А как она реагирует на 010? Вы знаете, при обычном включенном режиме, как раз удержание в полосе, если отпускаете руль, либо расслабились, спустя некоторое время, обычно, в районе 15 секунд, она начинает нас предупреждать, заплатить рулю управления. В заводском варианте, если мы руль слезно отпускаем, дальше ничего не делаем, она предупредит нас как раз, выключит удержание в полосе, выключит обратно, дальше звонкий такой звуковой сигнал, и однократно такой рывком торможения. На этом она выключается. Мы как раз можем делать, что дальше она продолжила работу, и дальше уже появится новость, иначе у нас плавно оттормажет, при этом удерживает, да, в полосе? Ну, хорошо. Адаптивным круизкотором сейчас пользуетесь? Да. Здесь завод остается ограничение на обгон справа. Обращали внимание? Вот это, да, нужно убрать. В многих европейских странах жестко запрещен обгон справа. Система в виде автомобиля, слева движущийся медленнее нас считает, что мы с вами обгоняем непреднамеренно. Он не понимает разделительный, ему без разницы. Просто запрещен обгон справа. Мы этот функцию можем выключить, чтобы он не мониторил левую сторону. Да, да. Ну, его просто трогаешь газ, и он едет как бы нормально. Но постоянно приходится эту кнопочку включать. Какая зато опыта практики неудобно. Неудобно. Теперь едет и не реагирует на тех, кто слева. Включил круиз, и он себе по любой полосе передвигается. По приборной панели можно добавить индикацию места в баке. В режиме бортового компьютера будет показывать, сколько топлива можно однозначно заправить в топливный бак. Возвращение не вводит информацию. В режиме бортового компьютера с вами листаем. Новая вкладочка будет место в баке. Здесь он в литрах показывает, сколько топлива у нас войдет в топливный бак. В реальности над баком есть горловина, еще порядка 5-7 литров. Можно спокойно пятерочка к этой цифре добавлять, объем у вас легко вместить топливный. Я пробовал померить, когда у меня там можно было залить 40 литров, а поместилось 45. Сейчас на заправке посмотрим, сколько войдет. 37, 38, 39, 40. Все еще льется. Оба, отстрелило. 45 литров. Есть, кстати, коррекция показания расхода топлива. Можно сделать, чтобы мы показали более честным. Сейчас в заводском варианте он их привирает. Если вы на полный бак до полного посчитаете, сколько израсходовали топлива, сколько, соответственно, километр проехали, то цифра вся получается чуть больше, нежели пишет на приборной панели. Можно сделать коррекцию, будет гораздо ближе к реальности. А каким образом коррекция происходит? Программно. То есть просто округление идет по-другому? Ну, да. Сейчас у вас цифра 15,2 за последнюю поездку получается. Ну, пока стоим. 15,5 получается с этой коррекцией. Можно добавить еще информацию так называемую счетчику кругов, таймер круга добавить. Как всегда мерчик будет включаться через приборную панель. Или добавить дополнительная вкладка. Может быть, активировать старт с места, может замерять, например. Ну, я подумал, может быть, пригодится мерить скорость до 100 километров до разгона. Вот с момента пуска внизу ставишь, нажимаешь и вот измерение времени начнется со старта. Но он автоматически то не останавливается там на 100 километрах. Это надо как бы потом в компьютере как-то посмотреть и на 100 километрах отследить какие были секунды. Ну, в общем, варианты. Еще у вас в заводе стоит цифровая приборная панель. Здесь немножко они урезали функционал, так как вы не заказали с завода навигацию, то урезали вам картиночки. У вас фактический кабель есть, который от магнитого до приборной панели тянется. Можно его активировать, чтобы он передавал картинку радиостанцию цветную. На приборной панели будет не только надпись, как сейчас у вас Energy, а будет в том числе дублироваться цифровая картинка, если это режим включен. А что еще? Иконка звонящая, обложка альбома, которая будет дублироваться. так что уже? Ну то есть вот эти вот иконки, обложки, их можно выводить. Причем их можно выводить в эти колодцы вправо-влево, но настройках, ну или посредине. АМ диапазон обычно, кстати, выключают. Кнопочка сенсорная, не всегда понимаешь, нажал или не нажал, на нее на это шипение регулярно будете попадать. Я думаю, что на АМ диапазоне вы ничего не слушаете. Кнопка на ходу, нажимаешь, вот будете с этим сталкиваться. Я сам с этим боролся, на самом деле. На ипреевских машинах есть выбор либо АМ диапазон либо АМ диапазон цифрового радио. В России блоки цифрового радио не поставляются, поэтому то, что какой-то выбор у нас существовал, нам сделать АМ диапазон. Если вы им пользуетесь, я вам оставлю на обычном. Нет, не пользуюсь. Там можно уже отключить. Вот здесь же загоралось АМ, ФМ, а сейчас ничего нету, то есть пустое, постоянно работает в АМ диапазоне. Дальше у нас касаемо функции Mirror Link. Слышали, что это такое? Как это работает? Пытался я что-то подключить, но у меня нет телефона, который с этим работает. Если телефона нет, то можно не пытаться. Да, ну, в принципе, при движении можно активировать эту функцию. Вдруг я куплю там Samsung, который... Корректно, хорошо работает, легко подключается телефоны как раз Sony Z, HSC, работают стабильно, хорошо и не надо никаких... Как говорят, танцы с бубном при подключении Samsung требуется танцы с бубном. Здесь этого не потребуется. Они сразу видят, да? Просто по кабелю? Если Sony Z берем либо HSC, там очень многие модели с поддержкой этой функции они видят сразу. Ну, на сайте у них есть перечень... Есть сайт Merulink.com, где содержится неактуальный список телефонов, не стоит на него ориентироваться. Там указано почти все Samsung, они давно у нас корректно не работают с этой функцией. Ну, понятно. А из Sony таких, которых, ну, недорогие такие. Они все в старые вообще таких телефонов не производят. То есть, можно где-то бушку купить, да? обычно так делают. Нет, другого, я купил бушный HSC, например, у меня в машине лежит, исключены для этих функций. Использую какая-то дальняя поездка, подсоединяюсь, вложу полное зеркало, там, то же самое, Яндекс. Я даже симку на самом не вставляю, я сдаю со своего телефона, стандартно, раздаю интернетом и в таком варианте использую. Ну, он больше ничего не затрагивает. Нет. Ну, поэтому, пусть будет, мало ли там как. За счет того, что есть камера стендов, надо включить функцию автоматическое переключение ближнего и дальнего света. Функция будет выключена через мем. Это вот настройка ассистент, вот первое, ассистент управления дальним светом. Галочка стоит, то есть, не было вообще этой строчки. теперь появилось. Если здесь мы вот так от себя отводим, вот появляется, видите, там внизу с буковкой А, то есть, теперь он автоматически будет загораться. Это дальний свет. С ночами много ездить, это будет пользоваться. Много есть. если есть такая разнообразность. Если обращали внимание при заказе автомобиля, стоит дополнительно снижать 12 тысяч рублей, в вашем случае на программу заложено, ничего не мешает активировать, преодимость можете воспользоваться. А вот то, что называют адаптивное освещение, адаптивные фары, то есть, вот у меня в строении было, он подруливал, да, при повороте руля. Здесь, на самом деле, с вводом фар вот этих вот диодных, адаптивность, таковая, если вы говорите про угол поворота рулевого, его убрали. Здесь необходимость такой ниши, фара очень умеет широкий угол обзора, поэтому поворотную функцию убрали. Верх-вниз, они, естественно, регулируются, они считаются адаптивными, тем не менее, поворотные не существуют, потому что необходимость вот при загрузке у него есть адаптивная, то есть, верхний, естественно, у нас есть датчик, ничего у нас механически не регулируется, есть датчик уровня кузова, который самостоятельно регулируется, собственно говоря, садовой пучок. Пучок света, как они пишут, при дожде, он формирует немножко другой, видимо, ближе светит, да? Там зависит условие, если идет разное освещение, как я понимаю, что при дожде все-таки немножко опускается пучок, иначе ты бы увидел струй, как при дальнем свете, это тяжело ехать, снегопад, невозможно ехать при дальнем свете, поэтому всегда ты едешь в ближнем, так и здесь. Но вот то, что люди пишут, я не знаю, там присылают картинки, там про чешские, по крайней мере, то есть, при определенной скорости больше 90 он вытягивает, лучше, меньше 90 он расширяет, там и так далее. У нас такого я не заметил, может быть, на чешских есть, я вот сейчас специально выезжал в РАГО. В России, на самом деле, я не встречал Кодиак с функцией ДЛА, есть такая функция ДЛА, допустим, доступна на Тигуане, где на дальний свет работает немножко по-другому, там действительно затенеет встречный автомобиль, там, конечно, не треснее функция работать. На Шкодах, насколько мне известно, на Кодиак эта функция доступна, но только для европейских машин. В России таких нет, там, конечно, более интересно идет управление дальним светом, там ты едешь как бы на дальнем всегда, в реальности встречку затемнеет, ты остаешься прекрасно освещенными обочинами и так далее. Здесь подруга не работает. Но на Тигуане это вроде бы есть. На Тигуане эта функция есть, доступна в запасе. Максимальный фару берешь, парискамера ситента, активировать никак не стоит. Это аппарат на фару немножко другие. А, конкретно фару, да? Да, если мы говорим про фару, то есть, ну, понятно. Потому что я ехал, сейчас снимал специально ночью, ширина освещения одинаковая, вне зависимости от скорости. Вот этот пучок, он достаточно широк, то есть, мне хватает вот с головой, широко, ярко светит, все хорошо. Но он не вытягивается, как вот там показывают, что вот при определенной скорости, там очень... Допустим, если мы берем на этой платформе, там, допустим, Суперб, там фара еще ксеноновая, там очень интересный свой пучок. Во-первых, помимо того, что он туда-сюда у нас регулируется, то есть, от скорости, если он изменяет целые потоки, от условий видимости, там, на перекресток подъехал наобратно, жиг фара возвращает, там очень интересно все работает. Здесь, за счет того, что у Света уже пучок за счет широкий, эти функции просто не стали реализовывать, нет, нет, необходимости. Ну, вот сейчас на Супербе, там, ну, у меня там снимал его, там матричные поставили фары. Там уже будет интересно. Как там будет работать? Я думаю, что там будет полноценная функция ДЛА работа, в принципе, она раньше с первого года была доступна, вот это вот как раз затемнение встречного автомобиля. Давайте по ассистенту посмотрим. У нас теперь появился, собственно, расширенный вариант настройки по ассистенту. У нас есть не просто включение и выключение и унижение в полосе, у нас есть адаптивное введение. То есть... Это вот то, что по центру. Да, не от края до края и на по центру полосы. У нас есть возможность включения и выключения вибрации. У нас есть возможность выбрать, насколько она вообще сильная, вибрация слабая, средняя, сильная. А дальше, в режиме адаптивного введения в полосе, если мы с вами будем пользоваться адаптивным круиз-контролем, теперь выдержание в полосе будет работать начиная с 0 км в час. То есть выдержание в полосе не с 65, как это раньше было. Адаптивное введение, да? Да, мы включили функцию Traffic Jam Assist, не надо путать с опцией. То есть в России у нас пакет ассистентов есть, адаптивный круиз-контроль, выдержание в полосе. Это называют как раз пакетом Traffic Jam. Я же говорю про функцию Traffic Jam. В России такая недоступна. В чем это заключается? В заключается в том, что наше выдержание в полосе будет работать не с 65 км в час, а уже в городских циклах в паре с адаптивным круиз-контролем. Включили адаптив, не только разгоняется, тормозит, но и удерживает нас в пределах полосы. Если я выключил это адаптивное... То будет работать, как оно было раньше. Как и было, да? Да, конечно. Понятно. Поправили, сделали так, что машина теперь едет по центру. Вот поворот, смотрите. Руки свободны. Машина сама поворачивает и едет четко по центру. Полосы движения не привязывается к разметке. Вот сейчас, смотрите. Оп! Она ее в центр полосы поставила и ведет. Вот повернула сама. Отлично. Там какая-то путаница, то есть есть Traffic Jam Assist, это такая опция, там, где включена вот эта камера и так далее. А есть само понятие Traffic Jam Assist, то есть когда машина ведет в полосе. Вот сейчас она конкретно ведет в полосе. Вот еще раз поворот. И она прямо вот по центру рулит. То есть до этого, до изменения этой функции, она бы подъехала вот к разметке и потом пыталась бы ее удержать. Удержать просто. А сейчас она ведет. Отталкивается и от правой, и от левой разметки. И четко в центре ведет. Очень удобная стала вещь. Если я до этого не пользовался, там даже за городом, ну ассистентом, ну очень редко пользовался, то сейчас это вот, ну, действительно доставляет удовольствие. Я могу просто положить руку вот так, ну, скажем, на руль, но не рулить. Просто машина чувствует, что какое-то есть сопротивление на руле. И вот просто свободно держа руку, машина сама рулит. При этом мне не сигнализирует, что возьмите там управление. А я вот ничего не делаю. Просто рука у меня расслабленная, лежит на руле. И все. Вот смотрите, еще раз поворот. Достаточно такой крутой поворот. Скорость 109 там. Я не отпускаю руль вот так, когда еду. Я просто держу, вот. Держу просто расслабленно. Контролирую руль, и все. Машина едет сама. Но это же класс. Нет, какие-то резкие, крутые такие вот, короткие. Это длинные такие повороты. Все хорошо рулится. Но когда вот резкий, короткий, она не поймет. Уйдет. Ну, есть определенные ограничения. Ну, в общем, подшаманили немножко. Теперь ощущения еще больше, еще круче. То есть езжу и наслаждаюсь. Следующее видео, ребята, будет про шумоизоляцию. Я сделал полную шумку. Расскажу, покажу, что было там в заводской шумке, как из чего выглядело. В общем, там мне надо было пить валерьянки, когда я видел эту разобранную машину свою. Думаю, боже, боже, хватался за сердце. Ну, все, собрали, все сделали. Теперь езжу в Тишине. Ребята, спасибо всем за просмотр. Удачи, увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова